Всем добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о образе жизни при глаукоме. Образ жизни при глаукоме подразумевает, что определенные заболевания накладывают на наше состояние определенные требования к нашему... Прошу прощения. Определенные состояния и определенные заболевания накладывают на нас определенные требования к нашему образу жизни, к тому, что нам можно, что нам нельзя. Как говорит Евгений Алексеевич Егоров, президент российского глаукомного общества, мы офтальмологи, мы вообще хорошие. Придешь к кардиологу, то нельзя. Придешь к гастроэнтерологу, другое нельзя. А у офтальмолога все можно, только курить нельзя. Ну и примерно об этом мы сегодня с вами будем говорить. Для пациентов усилиями российского глаукомного общества и усилиями научного авангарда был создан сайт для пациентов, страдающих глаукомой. На этом сайте есть много информации о глаукоме, чтобы вам было понятнее, что с вами происходит, и нам было проще сохранять ваше зрение. Пользуйтесь на здоровье. Надеемся, что это будет для вас полезно. Ну, начнем с того, что же такое глаукома. Ну, глаукома – это сложное нейродегенеративное заболевание, связанное с ускоренной гибелью ганглиозных клеток сетчатки. Я понимаю, что набор этих слов вам никак не помог понять, что такое глаукома и с чем ее едят. Беда вся в том, что при глаукоме у нас погибают клетки сетчатки. Но у любого здорового пациента эти же клетки сетчатки погибают в норме, так должно быть. В этом нет ничего страшного и ужасного. А вот когда гибель этих клеток начинает набирать скорость, и они начинают гибнуть быстрее, вот тогда мы говорим о глаукоме. То есть, есть нервные клетки сетчатки, которые передают нервный импульс от глаза в головной мозг, и эти клетки сетчатки у здоровых людей погибают. И если они погибают слишком быстро, мы говорим о глаукоме. Нужно понимать, что глаукома это одна из основных причин слепоты в мире и является ведущей причиной слепоты и слабовидения, необратимого слепоты и необратимого слабовидения в мире. Первое место, конечно, занимает катаракта, но катаракта это, как вы понимаете, обратимая слепота, обратимое снижение зрения, прооперировал и забыл. С глаукомой так не происходит, потому что нервные клетки у нас что? Нервные клетки у нас не восстанавливаются. По этой причине мы должны с вами понимать, что если глаукома делает свое дело, то рано или поздно мы ослепнем навсегда, потому что нервные клетки никогда больше не восстановятся. Глаукома развивается стадийно, постепенно и, можно сказать, дискретно. То есть у нас бывают эпизоды прогрессирования и эпизоды ремиссии, и все состояние пациента характеризуется определенными изменениями в структуре и функции глаза. Нужно понимать, что пациент никогда не узнает, что у него есть глаукома. Нужно понимать, что пациент никогда не заподозрит ничего, потому что глаукома не болит, не краснеет, не чешется. И нас ничего не беспокоит, когда глаукома прогрессирует. Единственная ситуация, когда пациент с глаукомой придет с жалобами, это ситуация, когда у пациента развился острый приступ глаукомы. И это не такое частое состояние, как многие думают. Но, тем не менее, почти 10 лет работы в городском глаукомном кабинете острых состояний позволило мне видеть большое количество таких пациентов. Нельзя сказать, что это было каждую смену, но, тем не менее, острый приступ глаукомы встречается. А так как глазной травмпункт, кабинет неотложной помощи, офтельмологической, работает на всю область, как вы понимаете, конечно, таких пациентов я за свою достаточно длительную продолжительность времени работы в этом кабинете видел много. Так вот, чем же характеризуется глаукома? Поражением зрительного нерва. Зрительный нерв постепенно погибает, потому что те клетки, скорость гибели которых увеличивается при глаукоме, это именно те клетки, которые передают нервный импульс от сетчатки в головной мозг. И, соответственно, аксоны, если вы помните из курса биологии, у нервных клеток есть дендориты, которые принимают нервный импульс, и аксоны, которые передают нервный импульс. Соответственно, дендорит принял нервный импульс, и по аксону он должен перейти в головной мозг по нервному волокну, который формирует зрительный нерв. Так вот, при глаукоме в первую очередь страдают клетки сетчатки и волокна зрительного нерва. Характеризуется глаукомой прогрессирующим и безвозвратным снижением зрения и может привести к слепоте. Как вы понимаете, если нервные волокна погибают, то нервный импульс, конечно, у нас не доходит до сетчатки, в результате чего снижаются зрительные функции в наших пациентах. Повышение внутриглазного давления является мощным, важным фактором риска развития глаукомы, но вовсе не признаком глаукомы. Потому что повышенное внутриглазное давление приводит к развитию глаукомы в течение 5 лет у одного пациента из 10. Поэтому давление высокая, важная характеристика, важный фактор риска развития глаукомы. Мы за ним очень тщательно наблюдаем, но мы должны понимать, что не всякое повышение внутриглазного давления нужно лечить. Есть вторая сторона монеты по поводу внутриглазного давления. Бывает глаукома без повышения внутриглазного давления. Как вы понимаете, диагностика такого состояния сильно затруднена. И чаще всего таких пациентов мы выявляем на далеко зашедших стадиях глаукомы, потому что основным скрининговым механизмом наблюдения за пациентами с глаукомой является, конечно, измерение внутриглазного давления. Как же протекает глаукомный процесс? В идеале мы стремимся вот к такому состоянию. То есть у нас есть характеристики, за которыми мы наблюдаем при глаукоме. Это структурно-функциональные характеристики. Условно я их обозначил красным графиком. И есть уровень офтальматонуса, уровень внутриглазного давления. Это синяя кривая. К сожалению, те, кто нас смотрит в Инстаграме, вы не можете видеть этих графиков. Но мы потом выложим видео обязательно, где вы сможете посмотреть на эти графики. И в идеале давление должно быть относительно стабильным, и структурно-функциональные характеристики должны быть стабильным. Соответственно, это будет говорить о том, что у пациента стабилизирован процесс, и ничего с ним не происходит. Но, к сожалению, наш организм с годами не становится моложе и здоровее. И в какой-то определенный момент может произойти такое, что давление повышается. Мы принимаем решение, что уровень внутриглазного давления слишком высоко поднялся, и мы начинаем его снижать. И тогда синий график уходит вниз, внутриглазное давление снижается. И это приводит к тому, что структурно-функциональные характеристики не успевают пойти вниз, их состояние не успевает ухудшиться. То есть показатели полей зрения и показатели оптической когерентной томографии, как один из основных диагностических методов при глоукоме, это именно эти показатели, они никак не меняются на фоне наших предпринятых мер. Поэтому нужно наблюдаться регулярно. Мы измеряем внутриглазное давление, если все стабильно у пациента, раз в три месяца. Компьютерную периметрию делаем раз в четыре месяца. И раз в полгода оптическую когерентную томографию. И эти показатели позволяют нам выявлять или не выявлять отрицательную динамику. И если мы ее не выявляем, то мы принимаем решение, что состояние пациента стабильно и все у него хорошо. Может быть, другая ситуация. Организм наш все так же стареет. И в какой-то момент даже при сохранном уровне офтальматонуса, при сохранном уровне внутриглазного давления, на том же уровне внутриглазного давления, на котором наблюдался пациент, мы выявляем отрицательную динамику по структурно-функциональным характеристикам. В этот момент мы принимаем решение, что у пациента спрогрессировала глоукома. Его нужно лечить сильнее. И мы назначаем дополнительные гипотензивные капли, что в идеале должно приводить и к уменьшению уровня внутриглазного давления, и к стабилизации структурно-функциональных характеристик. Ну и самая типичная ситуация, это когда уровень внутриглазного давления начинает расти, и, соответственно, на фоне повышения внутриглазного давления мы выявляем отрицательную динамику по структурно-функциональным характеристикам. Таким образом, наблюдение за пациентом с глоукомой подразумевает постоянный контроль нескольких характеристик, и от их взаимодействия будет зависеть принятые нами решения, прогрессирует глоукомный процесс у пациента или не прогрессирует. Далее, причины, почему же могут проявляться врач, назначая к лечению, а глоукома все равно прогрессирует, и это бывает достаточно часто по причине того, что у пациентов несерьезное отношение к лечению. Отсутствие боли и жалоб у пациента. Как я уже говорил, глоукома не болит, не краснеет, не чешется и ничем не беспокоит пациента до тех пор, пока пациент не придет к врачу и не скажет, доктор, я не вижу, верни мне зрение. Но, к сожалению, это не всегда бывает возможным, и в большинстве случаев доктор, кроме как развести руками и сказать, что лет 10 назад нужно было ко мне обратиться, кроме как-то такого ответа, пациент зачастую не может получить другого ответа никакого. Кроме того, представьте ситуацию, у пациента есть глоукома, он приходит к врачу, врач ему говорит, вот тебе три вида капель на 2000 рублей, ты их капай, у тебя все будет хорошо. У пациента ничего не болит, он капает капли за 2000 рублей 5 раз в день, а то и больше, и при этом у него не появляется положительной динамики, он как видел плохо, так и видит плохо. Как вы думаете, что он скажет про такое лечение? Да и, конечно, он не будет лечиться. Кому нужно это лечение будет, если пациент совершенно не понимает смысла этого лечения? И поэтому в том числе я провожу эти школы глоукомного пациента, для того, чтобы вы понимали, для чего мы назначаем вам лечение, и у вас был лучший порыв, скажем так, к соблюдению назначенных рекомендаций врачам. Напоминание цели регулярного применения глазных капель. Конечно, как можно тут понять? Капли капаешь, ничего не меняется, ничего не происходит, еще и в какой-то момент все было хорошо, а врач говорит, стало хуже, нам вот тебе еще капли или пойдем на операцию. Конечно, сложно это понять, что только заблаговременное назначение лечения позволяет нам сохранять зрительные функции, потому что если мы этого не будем делать, заблаговременно лечить, то клетки будут погибать, и когда пациент придет уже с жалобами на снижение зрения, уже эти клетки погибли, и мы их вернуть не сможем. В некоторых случаях побочные эффекты развиваются при лечении глаукомы консервативными методами лечения. То есть пациенту назначаются капли, у него начинают краснеть глаза, иногда чесаться, бывает отек. Любой лекарственный препарат, даже есть люди, у кого есть аллергические реакции на препараты, которые применяются для лечения аллергии. Поэтому любой, самый безопасный, самый классный, современный, новый, лучший препарат у какой-то части пациентов будет вызывать побочные эффекты. И поэтому если пациент закапывает капли, капли ему жгут, то часто пациенты отказываются от этого. Краснеют глаза, еще какие-то проблемы происходят, пациенты самостоятельно отказываются от лечения, и к счастью, некоторые из них признаются, что они не лечатся. Но есть такие, которые скрывают от своих врачей, и от этого тоже постепенно, медленно, но верно слепно. Кроме того, сейчас появилось большое количество препаратов бесконсервантных, у которых, мягко говоря, не очень удобный флакон. Я активно пользуюсь бесконсервантной терапией, и часто препараты эти назначают, и у некоторой части пациентов возникают технические сложности с закапыванием этих препаратов. Да и вообще обычные флаконы тоже не всем, у пациентов с ревматизмом, с заболеванием суставов, с нарушением координации, с миостеническими состояниями. Зачастую пациенты сталкиваются с трудностями закапывания. Но, ну я сначала расскажу еще про монодозы, это тоже бесконсервантная форма, они маленькие тюбики, выглядят, в общем, маленько. И пациентам не всегда удобно использовать эти препараты. Но у меня есть пациентка, у которой нет одной руки по плечу, а второй руки нет почти по локоть. Ну у нее культя, ну может быть не по локоть, чуть выше кисти. Она самостоятельно умудряется себе закапывать капли. Поэтому, когда мне кто-то говорит, что у меня не получается, я, конечно же, вспоминаю про эту, безусловно, изумительную пациентку. Она долго наблюдается у меня, она всегда приходит со своей дочерью. Очень трепетно относится дочкой к ее состоянию и наблюдает ее, наблюдать ее, конечно, непросто, и компьютерную периметрию делать непросто. Но пациент сам настроен на лечение и выполняет все рекомендации беспрекословно. Поэтому все в руках пациентов и в правильной мотивации пациента. Сохранение зрительных функций у пациентов с глоукомой возможно. Но зачастую это должно быть сопряжено с регулярными осмотрами врача, с регулярным закапыванием капель. И если пациент не пропадает из поля зрения окулиста, выполняет все его рекомендации, то чаще всего образ жизни пациента с глоукомой ничем не отличается от любого здорового пациента. Что можно сказать про питание? Питание обычно как у здорового пациента. Чай и кофе. В течение получаса после употребления чая и кофе происходит неумеренное повышение внутриглазного давления. Но этот эффект настолько мизерен, что пациент, во-первых, этого никогда не замечает. И можно не переживать, что вот я выпил чашку кофе, я ослеп, но от этого нет. Конечно, это не так. По одной простой причине. Это транзиторное, кратковременное, небольшое повышение внутриглазного давления, которое вам ничем не грозит. Поэтому пейте, пожалуйста, кофе на здоровье столько, сколько вам нужно. Пациент с глоукомой ни в коем случае не должен ограничивать себя в употреблении жидкости. В этом нет никакого смысла. По нескольким причинам это происходит. Это происходит потому, что синтез внутриглазной жидкости, наличие которой формирует повышение внутриглазного давления, именно это состояние, именно эта жидкость в нашем организме секретируется не путем простой диффузии, как многие жидкости в нашем организме, а путем активного транспорта в нашем глазу. То есть для того, чтобы секретировалась внутриглазная жидкость, нужен активный транспорт. Да, уровень артериального давления влияет на это. Уровень гидроволимического состояния тоже, конечно же, важный показатель. Но далеко не всегда эти показатели у нас влияют настолько, чтобы это было клинически значимо. И сколько нужно выпить воды, чтобы почки не справились с тем, чтобы вывести эту воду. Поэтому пейте воду на здоровье сколько хотите. Понятно, что особняком стоит в принятии жидкости алкоголь. И принимать его в больших дозах в принципе не рекомендуется, так как нарушается деятельность всего организма, что явно не полезно. Но есть исследования на, дай мне бог памяти, по-моему, когда в Мельбурне был Всемирный Глоукомный Конгресс, там был доклад про вермут. Что употребление небольшого количества вермута позволяет дополнительно снизить внутриглазное давление. Поэтому там небольшое, по-моему, 100 мл использовалось несколько дней подряд. И это приводило к некоторому снижению внутриглазного давления. Поэтому мы хорошие, офтальмологи, классные. Нам, мы только курить запрещаем, остальное все можно. Курение – это один из наиболее важных факторов риска развития не только Глоукомы, но и многих других заболеваний, например, возрастной макулярной дегенерации. Курение способно приводить мало того, что к злокачественным образованиям и заболеваниям сосудистого тракта, но и усугубляет состояние глазного яблока, начиная от обструктивных заболеваний сосудистых, типа тромбозов и окклюзии артерии сетчатки, и изменений в центральных отделах сетчатки в виде возрастной макулярной дегенерации и другие заболевания. Но у курильщиков эти заболевания встречаются чаще, поэтому, собственно, мы и не рекомендуем, или при некоторых заболеваниях даже рекомендуем бросить курить для того, чтобы улучшить состояние глаза. Курильщики пожилого возраста также имеют более высокий риск развития повышенного внутриглазного давления по сравнению с некурящими. Почему это происходит? Потому что при курении у нас сужается капиллярное русло, а капиллярное русло у нас играет важную роль в трофике, в питании зрительного нерва и сетчатке. Соответственно, если у нас сосуды постоянно спазмируются на фоне курения, это приводит к худшему кровоснабжению диска зрительного нерва и сетчатки и прогрессированию глоукомного процесса. Досуг и спорт. Вообще гиподинамия вредна для здоровья, поэтому физическая нагрузка, важна для пациентов с глоукомой прогулки. Ну, понятно, что глоукома – это заболевание пожилых пациентов чаще всего, и мы понимаем, что занятия спортом – это чаще всего не их, а тем более олимпийским спортом или тяжелой атлетикой. Это точно не то, чем занимаются пожилые пациенты, но тем не менее адекватный режим труда и отдыха и адекватная физическая нагрузка будет улучшать состояние пациента с глоукомой. Более того, при повышении внутриглазного давления, ну, не говорю повышения, а просто сама физическая нагрузка приводит к некоторому снижению уровня офтальмотонуса, но тоже это транзиторно кратковременно, поэтому после физической нагрузки имеется в виду, конечно же. Поэтому пугаться физической нагрузки какой-то активной деятельности, конечно же, не нужно, если вы страдаете глоукомой. Пациенты, которые уже страдают от сужения поля зрения, должны быть предупреждены о своем состоянии. Понятно, что, представьте, у пациента нет поля зрения, трубчатое зрение или там пол поля зрения выпало, он пошел играть в хоккей или еще в какой-нибудь контактный вид спорта. Понятно, что это может привести не только к тому, что он будет плохо играть, но и к травмам его и тех людей, которые рядом с ним. Подобные нарушения зрения могут проявляться, например, в виде незамеченного мяча при игре в теннис или незамеченного приближающегося опасности во время катания на велосипеде или же на коньках. В студенчестве я ходил бесплатно дежурить в общий травмпункт, где лечили людей с травмами, с переломами, и пришел на прием 80-летний пожилой мужчина, который сказал, я-то, говорит, на беговых шел по-бырому, а это, говорит, курица вылезла, говорит, и вот мне коньком, говорит, по голове, у него скальпированная рана головы была, которую мне пришлось зашивать, будучи еще студентом медицинского института. Это что касается того, что пациенты могут не замечать приближающейся опасности. Баня и сауна. Это прям чуть ли не любимый вопрос моих пациентов. Баня и сауна также можно наслаждаться в полном объеме, без каких-либо ограничений и опасений. Изменение уровня внутриглазного давления происходит после принятия процедур и восстанавливается до первоначального уровня примерно в течение получаса. Поэтому не переживайте, что как-то вы можете себе навредить баней или сауной. Чтение. Чтение – это вообще отдельная песня. Читайте на здоровье, наши глаза придуманы для того, чтобы видеть. Чтение само по себе никак вам не вредит. А вот чтение в неадекватных условиях – это другая история, которая, правда, к глаукоме никакого отношения не имеет. Высокая зрительная нагрузка может приводить к усугублению рефракции, к синдрому сухого глаза, к астенопическим каким-то проявлениям. Поэтому читайте на здоровье. Нужно читать при ярком свете. Свет желательно должен располагаться слева, особенно если вы делаете какие-то пометки для того, чтобы не создавалось тени. И в идеале нужно делать каждый час перерыв на 10-15 минут. Работать. Работайте на здоровье. Нет у вас противопоказаний. Там есть противопоказания юридические. Там работа на высоте. Но в целом, потому что это монтажные работы, которые сопряжены с опасностью падения, поэтому у пациента с глаукомой, у них есть определенные противопоказания для работы, для определенных видов работ. Вы можете работать столько, сколько вам нужно и позволяет общее состояние глаукомии, вы своей не навредите. Но нежелательны. Ключевое слово нежелательны, они запрещены. Ночные дежурства, сверхурочная работа. То есть, опять-таки, соблюдение режима труда и отдыха – это важный момент при наблюдении за любым пациентом и при введении любого вида деятельности, в том числе работы. Не рекомендуется долго находиться в наклонном положении. То есть, если вы полите грядки вдруг, то, пожалуйста, используйте табурет, а не искомым местом кверху в течение трех часов подряд ползаете вокруг своей грядки. Шнурки мы не завязываем по полтора часа. И под диваном чаще всего, если мы тапку закинули, мы ее достаточно быстро достаем, поэтому не переживайте. Это же не так, что «О, мне нельзя наклоняться, завяжи мне шнурки». Ну, нет, это не про это. И, конечно же, при всех этих состояниях вы должны понимать, что шея не должна быть слишком сильно согнутой. Если вы читаете, то лучше читать, используя подставку для книги. У меня, между прочим, такая есть и вам рекомендую. Одежда. Ну, одежда не должна затруднять дыхание и кровоток. То есть, тугие галстуки, воротники – это все может ухудшить кровоснабжение. У меня написано «Шеи» в презентации. Ну, понятно, что кровоснабжение головы нас, в первую очередь, интересует в этом случае. Вождение напрямую не противопоказано. При некоторых состояниях, при некотором… Ну, за рубежом есть бинокулярный тест периметрический, который проводится пациентам для того, чтобы подтвердить их способность к вождению. У нас такой тест не проводится. У нас вообще пациенты только читают ШБ, МНК и «До свидания, все хорошо, у тебя можно ехать». А в действительности пациент с галукомой может представлять большую опасность на дороге, потому что, как вы видите на этом слайде, инстаграм «Привет», вы ничего не видите, вас это ждет впереди увидеть. Как вы видите на этом слайде, переходит женщина в улицу, а водитель с галукомой не будет ее видеть, потому что она просто не попадает в ее поле зрения из-за скотом, который у пациента, у нашего могут быть в результате галукомного процесса. Ну и напоследок, ваше зрение в ваших руках. Регулярно закапывайте глазные капли, соблюдайте все рекомендации врача, выводите рекомендованный образ жизни. Всем большое спасибо за внимание. Раз был всех вас видеть. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Подождите, я ей вопросы читаю. А, про витамины при галукоме. Витамины – классная штука, но беда вся в том, что витамины работают только при одном состоянии. При возрастной макулярной дегенерации сухая форма – вторая стадия, и применяются они доказанно. Для предотвращения перехода из сухой стадии во влажную, то есть в третью. Все остальное принимать можно, доказанного эффекта не существует. Поэтому витамины – это очень хорошо, но доказанного эффекта при галукоме или при других любых глазных заболеваниях они не имеют. И когда врач это назначает, он такой думает, ну витамины – это же для глаз, они полезны. А в действительности это не всегда так. Никто не знает, полезны они или нет. Насчет зеленых фильтров для очков. Забудьте про этот ужас. Про этого кота Базилио. Беда вся в том, что было предположение, что это полезно, но потом это было опровергнуто. Но по какой-то инерции, неимоверной, то же самое, как с катарактальными каплями, мы 30 лет вбивали в голову врачам, что нужно капать капли от катаракты, а теперь будем 50 лет выбивать, что капли от катаракты капать не нужно. И до сих пор их продолжают назначать. То же самое с зелеными очками. Уже давным-давно известно, что это не работает, но какие-то адепты до сих пор продолжают назначение и рекомендации зеленых очков, хотя этого никакого смысла клинического не имеет, никак не влияет на протечение головокомного процесса. Так, ну я так понимаю, вопросов больше нет. Так, сейчас мы еще... В одноклассниках там нет вопросов? Ну, в таком случае, если вопросов больше нет, то надо закругляться. А, вот, о влажных каплях после антигипотензивных... О увлажняющих каплях после антигипотензивных капель. Вопрос неплох, потому что большинство капель, которые применяются для лечения глаукомы, содержат консерванты. Сейчас появилось большое достаточно количество препаратов бесконсервантных, и я в своей практике стараюсь использовать именно их, потому что считается, что консервант. Что такое консервант? Консервант... Вы огурцы солили когда-нибудь? Как консервант вы все использовали что? Уксус. Представьте, в глаз капать консервант. Ну, понять, что в каплях у нас не уксус, а это бензолкониохлорид. Чтобы вы знали, бензолкониохлорид это еще фарматекс. Кто знает, тот поймет, кто не знает, погуглите. Фарматекс. Так вот, если мы каждый день бензолкониохлорид будем капать в глаз, то так или иначе мы уксус зачем добавляли? Чтобы убивать бактерии. А бактерии это что? Это клетки. О боже, наш организм состоит из клеток. Мы капаем туда. Консервант, который должен убивать клетки. К чему это приводит? Это приводит к тому, что наши клетки начинают погибать. К усугублению состояния глазной поверхности. А если происходит усугубление глазной поверхности, то мы вынуждены что делать? Назначать капли увлажняющие. Поэтому, на мой взгляд, здравомыслящие врачи должны использовать препараты, которые не содержат консервантов, для того, чтобы реже назначать капли, увлажняющие капли. Но есть другая проблема. Некоторые субстанции, сама лекарственная молекула, она тоже вызывает синдром сухого глаза. Поэтому мы так или иначе, пациентам, которые страдают от глоукомы, используют консервативное лечение и оперативное лечение, мы часто назначаем препараты для лечения синдрома сухого глаза. Такое бывает, ничкуда от этого не деться. IC200 и IC100 и лучше для домашних условий? Я бы для домашних условий не IC100 и не IC200 покупал бы. Я бы покупал именно Ikea Home, который предназначен для пациента. IC100 у меня есть. Сходите в седьмой кабинет, принесите. Предыдущая версия Ikea Pro у меня в другом кабинете есть. И я и пользовался. IC200 я видел только на выставках. Она отличается тем, что экран не сбоку, а кпереди. Ikea Home – это прибор, который придумали специально для пациентов, чтобы вы не видели, что вы там намерили. Потому что у пациентов что происходит? О, давление хорошее, капли можно не капать. Не надо так делать. Поэтому для домашних условий принципиального значения IC100 или IC200 без разницы. Если вы уже разорились, 3000 евро потратили на это, ну, ради бога, пользуйтесь любым прибором. А если вы, вот так выглядит IC100, IC200, экран вот здесь. Это чуть-чуть удобнее работать, но, на мой взгляд, я все равно смотрю, куда попадает датчик. Поэтому мне здесь даже удобнее смотреть, чем здесь. Поэтому для чего эта дислокация экрана произошла, мне непонятно. Мне неудобно, менее удобно так использовать этот прибор. Вот. А Ikea Home, он не показывает цифру, и пациент лишен этого удовольствия узнать, какое у него давление. Вынужден капать капли, не задумываясь о том, что у него там. И когда приходит на прием к врачу, врач загружает данные в компьютер из прибора Ikea. А Ikea Home у меня тоже не здесь. Вот. И все. И узнает, какое было давление за весь период наблюдения пациента. А, да, да, отлично мы придумали. Так. Ikea. То есть, такой вид можно купить. Ikea – это прям один из самых удобных тонометров, на мой взгляд, на данный момент. И достаточно качественно измеряющий внутриглазное давление. Он проводит, это ребаунтонометрия, на поверхность глаза ударяется датчик весом 0, сколько там, 24 миллиграмма. Это очень маленький датчик, он отскакивает, измеряется сила отскока. Измеряет 6 раз подряд, рассчитывает среднее значение, говорит, для давления 24, к примеру. Поэтому хороший вариант. Но я бы все-таки покупал Ikea Home для домашнего использования. Во-первых, он стоит в 3 раз дешевле. Во-вторых, вам, ну, откровенно говоря, если вы пациент, то вам эта цифра никак не поможет. Потому что при разных стадиях, при разных состояниях мы стремимся к разным цифрам давления. И принимать решение о благополучии по уровню афтальматонуса должен врач. Если краснеют глаза после закапывания капель, это может быть два состояния. Либо это вам назначили аналог простагландина, и он приводит к расширению сосудистого русла. Или это аллергическая реакция. С учетом того, что это сразу после закапывания, то, скорее всего, это все-таки аналоги простагландинов. И постепенно краснота должна проходить. Пугаться этого не нужно. Но нужно рассказать об этом своему врачу, чтобы он посмотрел на состояние ваших глаз и принял решение, нужно ли менять препарат. Но мы до сих пор не уходим от Маклакову, потому что Маклаков до сих пор остается непревзойденным прибором по сочетанию цена-качество исследования. А с учетом того, что созданный мной алгоритм АИТОНОМИТРИБОТА... ...полова врача, который в некоторых случаях не часто ее включают и используют оттиски, которые нельзя использовать. Именно поэтому возникла необходимость создания АИТОНОМИТРИБОТА, который измерял за врача оттиск и говорил, плохой это оттиск или хороший, кроме того, что измерял. И мы вряд ли в ближайшие годы отойдем от такой качественной изображения. Скорее всего, мы не скоро отойдем от использования данного тонометра. Тем более, что, например, IKEA одна такая иголочка стоит 1 евро. Поэтому, когда мы сможем отказаться от Маклакова? Наверное, не скоро. Что вы имеете в виду, как относитесь к измерению суточной тонометрии? Суточная тонометрия, если это 3 дня подряд, несколько дней, ходит несколько раз в день пациент измерять внутриглазное давление, если об этом идет речь, то мы в своей практике вообще не используем эту методику, за исключением госпитализированных пациентов. Если структурно-функциональные характеристики нам понятны, они не изменяются, то какое бы давление ни было, меня не очень оно интересует. Значит, у пациента не прогрессирует глоукома. Если у пациента прогрессирует глоукома, значит, какое бы давление ни было, значит, нужно... Если структурно-функциональные характеристики ухудшаются, значит, какое бы ни было давление, его нужно снижать сильнее. Так зачем мне знать конкретно, какая цифра там у него с утра или с вечера? Ну, там есть циркодиады, ритмы, и давайте будем назначать капли с учетом того, как у пациента повышается внутриглазное давление. Да пациент будет капать так, как ему удобно, а не так, как мы скажем. Никогда не будет пациент... Вот если мне неудобно капать капли утром, а вечером удобно, я буду капать вечером, а не утром. Даже если я начну капать утром капли, то через неделю я уже снова все равно буду капать вечером, потому что я забуду, что мне так сказали, и мне неудобно капать утром. Соответственно, если мы говорим, да, вот это вот, какие-то там за доли миллиметра какие-то гонимся, ну да, можно это делать. Ну, откровенно говоря, в своей клинической практике я не сталкиваюсь с трудностями наблюдения пациентов. Если пациент регулярно ходит и наблюдается, то чаще всего пациента все благополучно. За почти 15 лет работы я не выдал ни одной первичной группы инвалидности. То есть те пациенты, которые у меня наблюдали с галукомой, ни один еще не успел ослепнуть. Поэтому классная методика, можно много чего на ней нагородить, и чаще всего это все-таки научное изыскание. Но мы в своей практике не используем от слова никак. Ну, наверное, надо закругляться. Мы обещали полчаса, а уже прошло 50 минут. Всем большое спасибо, что вы были с нами. Ждите следующих эфиров. Очень рады были вас видеть. Всем большое спасибо, всем хорошего дня. До свидания.